Здравствуйте, друзья моего канала! Будем сегодня готовить тушеные овощи. Вроде название простое, но каждый готовит по-своему. Хочу показать свой рецепт, как я тушу овощи. Овощи тушатся любые, какие у вас есть под руками. Сегодня я купила вот такой цукини, или кабачок, или цукини. Вот такой вот. Я такой кабачок покупаю первый раз, обычно длинненький, нормальной формы. Я решила приготовить его. Я его порезала вот такими вот слоями пополам, и потом вот так вот продольно. И точно так же я подготовила морковь, крупную морковь. Тоже крупно буду делать я все. Ну и еще луковица. То есть сегодня у меня будет цукини, морковь и луковица. Также томатная паста обязательно. Начнем. Разогреваем сковороду. Я приготовила типа кляра. Ну, в чем я буду обмахивать наши цукини. Морковь и лук. Что хочу сказать. И морковь, и лук я обжариваю предварительно. Морковь убирается. Запах неприятный. Получается вкусный запах при тушении. И тушить мы будем буквально чуть-чуть. Минуты 3-4. Только чтобы томатная паста обволокла. Разведенная томатная паста обволокла наши овощи. Ну и лук я тоже буду обжаривать. Накаляем сковороду. И каждый кусочек вот такой вот кусочек цукини я обмакиваю. Значит, как у меня две трети части муки, одна третья часть крахмала и соль. Чуть-чуть соли. Вот это я все перемешала. И вот в этом вот порошке, так называемом, я обмакиваю наши овощи. И жарю на растительном масле. То есть, они должны быть практически готовы. Для того, чтобы потом их 2-3 минуты протушить с томатом. Это блюдо можно есть и холодным, и горячим. Холодное оно вкуснее. Это может быть и как гарнир, и как самостоятельное, и как бутербродом, и как там лету, и как жареным яйцам, яичницей. Ну, короче говоря, это находка. А летом тогда овощей много. Вот такое приготовил. 2-3 дня можно свободно подавать на стол. Это и не салат, но это готовое, приготовленное блюдо. Вот. Обжариваем мы вот как вот. Со всех сторон вылакиваем. И обжариваем на нашей сковороде. Цукини. Скорее всего, это цукини кругленький такой. Но все то же самое можно продевать из кабачков. Предварительное место лики. Вот я сразу выкладываю и морковь. Все на одну с коврогом. Я уже обжарила один кругленький кабачок, и морковь уже одно обжарила. Просто я показываю сам принцип. Вот так я это все нарезаю, делаю, и первая партия у меня уже готова. Это убираем, но не надо больше. Масло надо добавлять. Впитывает овощи моментально с крахмалом, с мукой. Вот, это мы уже уберем. Вот смотрите, я уже подготовила. Точно такие же самые цукини я уже обжарила. И вот точно так же я обжарила морковь. Вот такими именно кусочками. Вот так вот, крупненько. Вообще, я люблю те овощи, чтобы их было видно на тарелке. Даже при тушении, при жарении, чтобы они чувствовали. А икру можно приготовить и, как самостоятельное блюдо, если их мелко-мелко езжать. Вот. Вот как я готовлю именно это блюдо, овощи здесь чуть-чуть похрустывали. Они вроде готовы, но они и сохраняют все свои полезные качества, они похрустывают. Они не превращаются в кашу. Вот смотрите, я обжарила. Далее, что мы делаем? Пока доходит наша, вторая наша партия, первая, посмотрите, я и лучок обжарила. Шайбами нарезала лучок и обжарила точно так же вот в этом кляре, про который я вам говорила. То есть морковь и цукини, и лук у нас уже подготовлены. Все то же самое можно делать с баклажаном, с грибами. Короче говоря, все, что у вас есть. Разогреваем глубокую сковороду или кастрюльку. У меня вот такая типа лука, но не лука, это сковорода, да? Капельку масла и один зубок крупный чеснока я положила. Сейчас он обжарится. Буквально чуть-чуть отдаст свой запах. Я его не вынимаю. Наблюдаем за нашими овощами. Овощи готовы. Они буквально чуть-чуть тоже жарятся. Вынимаем их на тарелки. Здесь масло мы не будем впитывать, как обычно на бумажном полотенце, потому что все это будет тушиться. Нам оно пригодится, это масло. Вот. Сковородку убираем. И у нас уже начин румянится чесночок. Далее что мы делаем? Смотрите. Здесь у меня 3 столовые ложки томатной пасты. Сюда я кладу одну чайную ложку сахара. И здесь же я уже развела водой. Воды у меня здесь 150-170 мл. Хорошо перемешали. И это все выкладываем вот сюда, в наш чесночок. Главное в этом блюде, что я хочу сказать, у него много разбавленного томата. Вот смотрите, я добавляю еще немножко воды, чтобы обмыть наш стакан. Вот этот вот, обмываю. Чем-то томатную пасту. Воды не должно быть много. То есть соуса не должно быть много. Овощи не должны плавать. Они должны чуть-чуть прихватиться вот этим вот соусом. Опять вертолет летит. Прошу прощения за... Вкрапление вертолета. Вот, и доливаем. Итак, смотрим, у нас соус не должен быть очень жидким. Он должен быть таким тягучим, который мы готовим подливу эту. Вот, хорошо размешали. Теперь сюда идет соль. Пол чайной ложки соли. Красный острый перец чили. Одна чайная ложка. Пол чайной ложки перца черного молотого. Ну и обязательно в это блюдо я кладу сушеный базилик. Одна чайная ложка с горкой. Он здесь вкусный. И дает вкус. Хорошо это все перемешали. И теперь выкладываем наши овощи вот в эту нашу глубокую сковороду. Накладываем слоями поочередно и морковь, и цукини. Вот так. И лучок, который уже у нас приготовлен. Оно все уже у нас обработано переменчески. То есть мы сейчас только подливу смешиваем с нашими овощами. И это будет очень вкусно. Долго мы его толить не будем. Вот так. Чередуя морковь, цукини, морковь, цукини. И стараемся уже после того, когда все это выложим, не перемешивать. Почему? Потому что цукини очень нежные или кабачки. Морковь-то держит форму, а цукини может порваться. Укладываем с маями. И вот такому нашему блюду мы даем 3-4 минутки под крышкой. Но у меня крышка, я взяла силиконовую, с дырочками. То есть она дышать. В капельку соус хватится с овощами. И это будет здорово. Убираем калилки. Дву петельку мы делаем. Чуть-чуть поправляем все. Томат внизу уже соединился с овощами. Стараемся сильно не травмировать цукини. Ну а морковь будет держать форму. Она обжарена, она вкусна. И теперь накрываем. Даем нашему блюду 3-4 минутки. А пока готовим тарелку для подачи. Сегодня я выбрала беленькую тарелочку. Я как раз на цветы, плюс овощи. Будет красиво смотреться на тарелке белого цвета. Так, и будем накладывать. Смотрим, что у нас тут происходит. Отлично. Обратите внимание, воды немного, жидкости немного. Буквально соус такой тягучий. Плюс в панировке входил крахмал. И это он дает вот такой вот цельно с этим овощам и соусу такому тягучьему. Все, наше блюдо готово. Накладываем. Это хорошо и к мясу, и к рыбе, эти овощи, и к сыру, и к картошечке. Вот. И вы заметили, что я сегодня очень крупно порезала овощи. Это здорово. Они имеют свой внешний вид, они не теряют внешнего вида. Они не превращаются в мякоть. Вот. Они чуть-чуть похрустывают. Вот. И... Давайте лычок еще положим. Вот такое блюдо мы сегодня с вами приготовили. Называется оно тушеные овощи. Как я их тушу. Спасибо за просмотр. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok